Четыре вопроса, они были заданы в разное время разными людьми, но зачитаем их вместе. Первый вопрос спросили, если человек много лет назад, когда принимал ислам, по незнанию не точно произнес имя пророка Мухаммада и вместо имени Мухаммад сказал Мухаммад, но имел в виду пророка Мухаммада, то все эти годы он был мусульманин или кафир? Второй вопрос. Если человек думал, что на русском языке имя Господа Бога звучит Аллах вместо Аллах, и много лет назад, принимая ислам, он сказал, никто не достоин поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад, его раб и посланник, то все эти годы он был мусульманин или кафиром? Тоже все эти годы, конечно, он был мусульманином. Он имел в виду Аллаха и имел в виду последнего пророка Мухаммада, хоть он и ошибся в одной букве, но смысл сохранился. Третий вопрос. Достоверно ли мнение, что пророка Мухаммада также зовут Абуль Гасим или Абуль Касим? Это достоверная информация, и сахабы называли так пророка Мухаммада, алейхиссалам. Например, в сборнике Сунан ибн Маджа, а также в других книгах можно обнаружить, что Абу Хурайра, передавая некоторые хадызы пророка, он говорил, То есть сказал Абуль Гасим, а также в мусульмаде имама Ахмада сказано, что Омар ибн Аль-Хаттаб, второй праведный халиф, он сказал То есть Омар сказал, я видел, как Абуль Гасим, и так далее. А также сказано в Сухих Аль-Бухари, что имам Муфассир Абдуллах ибн Аббас, двоюродный брат пророка Мухаммада, он сказал одному человеку на определенное деяние, Он сказал Суннату Абель Гасим, сонна Аллаху алейхи вассалам. То есть это действие, это Сунна Абуль Гасима. И есть другие примеры, когда пророк Мухаммад был назван иногда Абуль Гасим, иногда Мухаммад, иногда Ахмад. Поэтому ученые Ахалюсунны сказали, что принимая ислам, человек может сказать, нет другого бога, кроме одного бога, и Абуль Гасим его посланник, или и Ахмад его посланник, или и Мухаммад его пророк, или его посланник. Ученые сказали, что все эти варианты действительны для принятия ислама. А насчет имени Ахмад сказано в книге «Сухих Муслим». Имам Муслим передал, что пророк Мухаммад, мир ему, сказал «Ана Мухаммадун, ана Ахмад». Это значит «Я Мухаммад» и «Я Ахмад». Поэтому, опираясь на вот эти и на другие тексты, ученые сказали, что можно для принятия ислама произнести любое из вот этих имен пророка.